Ну, действительно, так и есть. Вряд ли обойдут Хавайка Бекер и Хавайка Бекера и Чок Бейтса Иеновская Мозгов, только если уж что-то совсем экстраординарное случится. Так что, действительно, всем американцам Анна Иеновская и Сергей Мозгов уступили на своем первом этапе Гран-при, который прошел на территории Соединенных Штатов Америки. А теперь давайте смотреть за теми, кто претендует на попадание на пьедестал почета и в первую очередь за Викторией Синицыной и Никитой Кацалаповым, которые сейчас занимают второе место. Никита после окончания короткого танца отметил, что он был на 100% спокоен и заметил, что, может быть, партнерша Викуля, как он ее называет, и волновалась, но на меня это волнение не передалось. В то же время Вика отметила, что, когда спокоен партнер, то спокойна и Анна. Мы прослушали очень много разных вариантов музыки, и я даже за это время научился компоновать музыкальные отрывки, продолжил Никита Кацалапов. Но когда собрались все вместе и стали делать паттерн, то вся команда в один голос сказала, что надо брать классическое Лебединое озеро. Чайковский всегда выигрывает, и здесь даже не с чем сравнивать. Сама программа короткого танца спортсменам нравится, она очень яркая, эмоциональная, добрая и с хорошей энергетикой. В прошлом сезоне не все получилось, но сейчас мы приехали бороться, готовились к этому старту, к сезону, и в произвольной программе также выйдем на лед с серьезным настроем и с позитивом, постараясь передать свое настроение зрителям. Ну что же, осталось только, чтобы все у российских спортсменов получилось. Шанс на попадание как минимум в тройку очень хороший. Даже Гиллес Пуарье располагается сейчас в полутора баллах позади Синицына и Кацалапова, и это означает, что при одинаковых прокатах у российских спортсменов есть шанс остаться на втором месте и, к слову, продолжить претендовать на попадание в финал серии Гран-при нынешнего сезона. Второй этап у Вики с Никитой будет в Москве. Второй год подряд они будут соревноваться со своими бывшими партнерами, но хочется верить, что вот это самое противопоставление, которое по-прежнему еще в умах болельщиков существует, может быть, и не столь остро она ощущается в нынешнем сезоне, как в прошлом, все же сойдет скоро на нет, и мы будем воспринимать пары, которые сформировались в конце позапрошлого теперь уже сезона, как что-то самостоятельное вне зависимости от их прошлых карьер. Вот они, Виктория Синицына, Никита Кацалапов, ну а тем временем нам успели показать, как готовятся в очень оригинальных костюмах к своему произвольному прокату и Пайпер Гиллис Поль Пуарье. Я не видел в этом сезоне канадцев, поэтому ничего сказать не могу, равно как не видел ни Синицына с Кацалаповым, ни Мэдисон Чок и Ивана Бейтса. Что-то как-то танцы пока идут мимо меня, ну, в общем, возможно, потому что обращал внимание на турнирах серии «Б» на кого-то другого. Будем смотреть с большим удовольствием. Тот факт, что Никита с Викторией в первый день соревнований показали очень достойное катание, и арбитры это тоже оценили по достоинству «Ж» вселяет пока сдержанный оптимизм. Ну, а вот и Мэдисон Чок с Иваном Бейтсом, спортсмены, которые в данной ситуации и в данной кампании являются однозначно главными претендентами на победу, что подтвердили их оценки и в коротком танце. За 70 уже в начале сезона, причем с формированным едва ли не на коленке танцем, на той коленке, которая оказалась разбитой у Мэдисон после короткого проката. Они получили очень хорошие оценки и в итоге уверенно лидируют в этой очень даже достойной группе участников. Первая пара сейчас в группе Игоря Шпильбанда, Мэдисон Чок и Иван Бейтс. Честно говоря, в прошлом сезоне я отдавал им предпочтение перед канадцами Вибер Поже, но с каждым новым стартом ощущалось, что североамериканским дуэтом составят конкуренцию французы, что в итоге и произошло. Чемпионами мира не стали ни Чок Бейтс, ни Вибер Поже, всех отодвинули по подаке с Иид Цицером. Кейтлин Хавай и Джан-Люк Бейкер начнут произвольный танец. 56,5 баллов они имеют после короткого отставания от канадцев. 5 баллов от Виктории с Никитой. 6 с небольшим. Так что небольшой запас прочности у россиян и канадцев над вторым на этом этапе американским дуэтом есть. Они здесь representают Россию. Платье вполне возможно выбрано под цвет глаз обоих российских спортсменов. Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Чисаро от Андрея Бачели. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok